Двойной работой заниматься. Всем привет! Сегодня у нас 8 июня. Очередной лайф по расписанию. Стараюсь его поддерживать. Это каждый понедельник, четверг 20.00 по Москве. Для того, чтобы была просто привычка и не спрашивали лишний раз, будет, не будет. В любом случае, всегда какие-то темы находятся. Просто в этот раз у Дениса Сулимченко не получилось. Мы планировали по Helium 10 рассказать. Прошло обновление, связанное с тем, что Helium внес новый пункт по подсчету FI. То есть для тех, у кого обороты уже серьезные, несколько товаров, обороты хорошие и так далее, это большое значение имеет. Так что надо будет чуть-чуть попозже просто об этом расскажем. Сегодня мы их, так скажем, я думал, о чем рассказать. У нас, в принципе, есть ответ на вопрос. Я, в принципе, недельник рассказывал. Можете, конечно, потом вопросы задавать. Что там злободневное, очень интересное. Сегодня, например, новость такая пришла. Человеку пришло письмо по поводу спиннеров, что, типа, какие-то там новости плохие по новостям покажут. Дети там, значит, там глотают. Хотя они и деньги глотают. Что их теперь отменять? И какие-то в краске, там соли тяжелых металлов, но и в других товарах все это есть. Ну, непонятно. А так, так у нас будет такой вот разговор. Разговор у нас будет по поводу... быстро по поводу наших услуг. Очень быстро. Чтобы не затягивать удовольствие. Сейчас я их открою. Сейчас подожди, серую демонстрацию экрана включу. Хочу просто про таблицу рассказать. Народ подходит потихонечку от раз. Так, так. Что там со скайпом? Смотри, в фейсбуке показывают, что я сейчас показываю. А показываю сейчас таблицу инструментов. Смотри, пожалуйста. Все, показываю таблицу инструментов. Так, 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 так. Показывает фигню, да? Что же на ней? Ничего, у меня зависит. Так, 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 так. Не соображаю, как показывает. Экран показывает. Странно. Сейчас я добавлю окно тогда. Добавил. Все. Хотел просто про таблицу инструментов рассказать. Давно не рассказывал. Может, некоторые не знают. Таблица инструментов находится вот здесь вот. Или во всех группах она прикреплена к... Ну, закрепленный пот, так называемый. Сейчас я вот здесь про пионер напомнил немножко. А так, в любом случае, она все время у меня сверху. Вот здесь у нас таблица инструментов находится. Я ее в последнее время дня три назад сидел, чистил, выкинул старое, ненужное. Там что-то убрал, что-то добавил. Вот. Сделал меньше столбиков, меньше страниц, листов. Здесь, в принципе, наверное, больше рекламная. Здесь все наши группы. Канал YouTube, Facebook, страничка. Если не трудно, зайдите, пожалуйста, вот так вот клацнуть, поставить там лайк там или еще что-нибудь. Будем благодарны. Вот, надо как-то двигаться в разных направлениях. Facebook-группы, например, нельзя найти в интернете. Закрытая Facebook-группа, а страницу можно найти. Вот. И за это приходится в любом случае развивать разные варианты. Чтобы все это развивалось. Потом, значит, это Facebook-группы все. Опять же, можно классно зайти, зарегистрировать, кому какой формат интересен. Если что-то там добавить можно, я готов всегда к обсуждениям. В некоторых группах у меня есть уже админы давно, которые этим занимаются по дропшиппингу, по Европе. копиям. Ну, вот, всегда, я так понимаю, можно обратиться, подскажут. Здесь все рефералки такие основные. Amzalan, PPC Tools, Pioneer 500 долларов, Amzascope. Скидка 25% кому нужна, потому что, мне кажется, это одна из лучших, ну, по крайней мере, точно самая дешевая из качественных программ. Оплачиваете, у вас получается скидка. Она никакая не реферальская, просто ребята дали нам 25%. Есть еще у меня на Сонар. Я пока не могу его отрекламировать. Мы его сейчас тестим. В принципе, товары многие находим. Но, честно могу сказать, пока не нашел такой товар, с которым я хотел запустить. Соответственно, я пока его, ну, смысла мне рекламировать нет. Просто хороший инструмент, нормальный, но пока я для себя ничего не нашел. Пионеры юридические лица. Перевести на 1% всего на всю комиссию с 2. И вот есть еще такая вот штука. Это Fiverr 20%. Кто Fiverr пользуется? Купоны там всякие. Вроде как бы работали. Опять же, кто пользовался, напишите там в комментариях. В любом случае, неплохая скидка. Так, что еще здесь? Ну, это кэшбэки, неинтересно. Это наши услуги. По нашим услугам. Мы остановимся чуть попозже, поподробнее. Значит, здесь, где получать отзывы, вот, Сергей конкретно. В посреднике в Китае я на данный момент работаю с Unreal China, вот, с Владимиром Никульным, как бы сам. Сейчас на момент не работаю, но в любом случае, так что, с ними, FB Health, вот. Но я конкретно сейчас работаю с Unreal China. То есть, со всеми как бы попробовали, пообщались. На данный момент тестируем здесь. Все, в принципе, устраивает, все хорошо. По поводу патентов. Здесь вот подробнейшим образом все вроде расписано. Если бы какие-то вопросы, Александр, Skype, вот, Skype, Румыния, обращайтесь. В любом случае, тема патентов, опять же, одна из наших тем, о ней я поговорю чуть попозже. Какие реквизиты, какие цены, все остальное. Достаточно удобно, как бы мне кажется. Теперь пошло, значит, по нашим посредствам работы. Программы. По числу вроде все лишнее вытянул. Если какие-то есть пожелания, можно добавить. На что-то следующее расширение. Ну, Helium 10, например, я здесь без расширения. У каждой программы есть аналоги, например, у Kip, у Kemo-Kemo. Вот, я стараюсь с расширением работать. Вот единственное, у Helium 10 не посредством расширения. Основные программы, которые занимаются фидбэками, или там письмами, когда я сделал у нас покупку покупателя. То есть, бывает, часто спрашивают, какими пользуюсь. Ну, вот, такие основные, мне кажется, которые популярны. Наверное, по ранжированию я их поставил правильно, но это, опять же, вкусовщина. Так, значит, по патентам, опять же, есть юристы. Юристы дадут, опять же, стопроцентную гарантию никто не дает, потому что бывают патенты в пендинге, бывают всякие моменты на оформлении, на подаче. Просто море нюансов. Из-за этого на 90%, как мне они объясняют, на момент проверки. На следующий день, через неделю, через месяц, может, все 10 раз там нет. Самое точное, например, это обратиться в УПСТО, но это будет очень дорого. Они дадут реально уже более точные данные. Потому что не у каждого юриста есть, во-первых, доступ к УПСТО, ну и там много всяких моментов. Все остальное здесь тоже работает. Пробуйте, собирайте информацию, потому что, я понимаю, лишних денег нет и бывает достаточно информации просто собрать. Еще я могу такой нюанс сказать по поводу поиска патентов. Обращайте внимание на фирмы, то есть на торговые марки. Бывает, от фирмы, от торговых марок можно найти патент. Вот, такой небольшой. Так, значит, справочная информация, калькуляторы различные. Блогеры. Вот у нас, кстати, недавно человек искал блогеров. Я видел в группе там YouTube 100 тысяч подписчиков. Вот, как раз здесь, мне кажется, можно блогер найти. Сайт Canva самый лучший, я считаю. Ну, просто великолепный сайт. Так. Ну, спите, бар-код, конечно, но мне кажется, сейчас на этот момент уже все на ebay давно покупают бар-коды за 2 копейки. Я бы посоветовал лучше там брать. Canva сайт один из лучших. Можно любые шапки делать, любые рисунки. Реально можно делать различные. Даже нельзя единственное на коробке сделать вот это вот. Уже такие специализированные. Но рисунки, например, какие-то буклеты, какие-то различные. Ну, я даже не знаю, как вот на пакеты вот эти вот сверху картонки на степлер прицепляют. Тоже спокойно можно рисовать. Можно логотип рисовать. То есть огромный функционал. Огромный. То есть очень много. Причем в PMG, в PDF, в JPEG можно все это делать. Шикарный инструмент. Размеры можно регулировать. Ну, то есть просто для китайцев можете сами очень много дизайнерских вещей закрыть. так, не будем затягивать. Дальше в Help. Help Amazon стараюсь добавлять потихонечку правила и все остальное. Ну, вот, да. Роман делал. Подошло отлично. Я говорю, просто идеальный конвай. Это вообще просто великолепный инструмент, который, я не знаю, там, на 90% бесплатный. То есть основная масса программ это 10% бесплатно, 90% платно. А канва, наоборот, 90% бесплатно. Я даже не знаю, мне ни разу ограничение не было. Олег, пожалуйста, скидывайте по блогерам, то есть любую дополнительную информацию мне в личку просто скидывайте, я буду в таблицу дополнять. Вот. Так что никаких проблем нет, мне кажется. Я пытаюсь просто сделать такие общие инструменты, которым было бы удобно пользоваться. Потому что огромное количество новичков приходит, проще дать им ссылку на таблицу, чтобы они туда пошли и все нашли. Вот. Раньше как бы централизован не был, я немножко запустил это все дело, просто я вот несколько дней назад сел, все расчистил, все лишнее выкинул, вроде, как мне кажется. Так, идем дальше. Поставщики. Это различные торговые площадки по всему миру. То же самое, торговые площадки, где можно торговать, где можно закупать. Так что иметь в виду, можно дополнять, конечно, до бесконечности в любом случае информация такая. По письмам какие-то есть здесь болванки, в любом случае. То есть выбирайте, смотрите, тут вот я недавно читал, опять же, по жалобам, вот когда фи Амазона мы хотим снять, вот как раз жалобы есть, несколько писем. Вот. Разные-разные варианты, никто не говорит, что надо именно такими, но это на информацию для размышления. Просто посмотрите, опять же, тексты, если у кого какие есть, договора с Али Бабой, с Trade Insurance, там еще что-то, можно мне скидывать, опять же, в личку, там или файл, или там скайп, созвониться. Вот. Потому что, ну, здесь информация вся в любом случае бесплатна, и я ее делал для того, чтобы мне просто время не тратить. И опять же, это моя записная книжка, просто в открытом доступе. Вот. Так, вернусь я на первую. Немножко о наших вот этих услугах. Здесь, значит, обучение это понятно. Торговые марки как раз хотелось остановиться подробнее. По торговым маркам, бренд регистри, я думаю, уже все более-менее все поняли. Контакты человека есть. Вот. В любой момент можно... Вот. По контактам человек есть. То есть, вот он, в услугах как раз, чтобы меня просто тоже не спрашивали. Александр Гизма. Все-все-все моменты, связанные с оплатами, вроде здесь мы указали. Есть какие-то, опять же, проблемы, всегда можете мне на скайп позвонить. Вот. То есть, никаких проблем нет. Вот. Патент. Патент. Многие говорят, что рано, многие... То есть, вот, я считаю, на начальном этапе надо просто пробить. Открыта ли торговая марка, можно ли сделать? Открыт ли патент? То есть, это именно проверка. Первая стадия – это проверка, когда вы запускаетесь, там, 3000 долларов тратить, да, можно сэкономить. Но если вы вкладывать, планируете, пятеро, там, 15-20 тысяч долларов, ну, потратьте 100 долларов на то, что вам реально специалист провел патент. Это полезно. Однозначно. Когда вы зацепили за товар, однозначно, сразу подавайте на патент. Потому что мы уже сталкивались со многими проблемами у людей, которые уже хорошо начали зарабатывать, и у них возникает проблема. Вот. Сейчас на вопросы чуть попозже ответим. Вот. Соответственно, по патентам есть две стадии. То есть, первая – это проверка, вторая – это регистрация. Регистрация обязательно начинается, только регистрация, тогда, когда вы уже зарабатываете заработка. В шапке ее сейчас на данный момент нет. Вначале я показывал, могу еще раз показать. Находится она в описании. Вот она, инструменты. Вот. Она и в шапке есть там. Тут вот эти все группы, она везде в шапке. Сейчас вот ее нет, но скоро обратно я ее верну. Потому что это основной инструмент, именно технически. Вот сегодня ко мне человек как раз обратился, говорит, видео там туда-сюда, а где я возьму там, как они называются, все программы, плагины и все остальное. Они просто, просто человек не знал, где эту таблицу найти. Я не знаю, конечно, куда мне ее закинуть, то есть, в любом случае стараюсь, не всегда получается. Вот. Я уже ее и так везде пихаю, потому что, ну, это реально удобный инструмент, особенно для новичка. Так, идем дальше. Точнее, возвращаемся. По торговым аркам я как бы пояснил, то есть, мы что делаем? По тем, поиск, регистрация, пейнтен. Так, дальше у нас, открываем закрытые категории. Да, открываем. Обращайтесь, если кому интересно, в любом случае, тем рабочие, это бьюти, здоровье. Сейчас там куча подкатегорий открывается, куча ограничений каких-то. Из-за этого, когда ко мне обращаются, я всегда пересылаю, у нас сейчас занимается этим Сергей, который занимается отзывами. Вот. В любом случае, обращайтесь к нему, можете сразу напрямую. Здесь в таблице по патентам все написано. Олег, кстати, пожалуйста, скажите, сколько будет стоить запатентовать. Там много нюансов, мы много видосов снимали. Вот. Здесь, в принципе, в услугах частично расписано порядок цифр, то есть, вроде он все подробно расписал, Александр, чтобы не мучиться, меньше время тратить ваше и наше. Но в любом случае, в любом случае обращайтесь, потому что каждая ситуация индивидуальна. И не забывайте, патенты и торговые марки, это неоднозначно, они пришли, купили, например. А там и судебные дела бывают, там много всяких моментов, моменты, полумоменты. Вот. И за это все подробнейшим образом узнавайте, уточняйте, вот, чтобы не было недоразумений. Потому что многие реально берут на работу, там какая ситуация, оплата берется, это госпошлина, и берется просто за подачу документов. Только за подачу, никаких гарантий они дать никто не может. И многие на это ведутся, просто деньги платят, а потом говорят, вас отказали. А почему отказали? Ну, потому что проверку забыли сделать, потому что сделали проверку некачественную. И все. Мы как бы деньги брали не за результат, а брали за подачу документов. И много таких моментов уже было. Вот. Александр пускай расскажет. Естественно, есть специалисты и лучше нас, наверное, и хуже нас. Я просто говорю, что вот, я работаю на данный момент с Александром. Ну вот, то есть в любом случае, тут сказать больше нечего. Категории сказал. Так, по поводу продвижения в топ Амазон. Вчера я написал, по поводу поста, что мы берем на данный момент пять человек на пробу, с условием того, что товар никогда не двигался. Желательно, чтобы не двигался, чтобы была чистая история. А желательно вообще, чтобы новичка. Чтобы вообще никаких. Потому что есть такое ощущение, маркеры, которые отметили многие вот эти подозрительные товары. Кому-то письма пришли, кому-то пришли, не пришли письма, а просто отмаркировали, что там подозрительные товары. Из-за этого они плохо двигаются. То есть на них просто как бан поставили, и они вот просто не двигаются. Мы сейчас на данный момент даже старый товар большой части людей Денежку вернули за продвижение, кого не допродвинули Несколько человек у нас еще осталось, то и ждут лучших времен пока что И мы еще там делаем паузу, наверное, до конца июня Две недели точно еще И начнем опять тестировать Сейчас вот набираем Народ, я видел, достаточно негативно к этому отнесся То, что там стоимость у нас была от 200 долларов Обращаю внимание, от 200 долларов Не 200, а от 200 Потому что мы делаем людям и за 300, и за 400 долларов, и за 500 долларов Потому что слова разные, сложность вывода разная Наша система была достаточно простая Мы тупо тратим одинаковое количество трудочасов Если товар не продвигается, мы просто возвращаем деньги То есть мы как бы тестируем, смотр Если продвигается, все нормально А если надо в два раза больше потратить, трудующие или полтора Мы, соответственно, берем больше Вот, и сейчас на данный момент просто себестоимость выросла И опять же потока нет Вот, то есть себестоимость упадет Будут другие варианты На данный момент себестоимость конкретно данного продвижения Затрата на людей, на трудочасы Потому что полезные действия нивелировались Надо просто делать всего больше Новых там моментов есть затратная часть Дополнительная пришла Вот, еще придача вполне возможно еще подорожает Если с 1 июля, как обещают, будет верификация Верификация покупателя Вот, да, сейчас уже тестируем Я вчера выслал А 400 долларов попробуем В любом случае По крайней мере гарантию даем того, что Если не будет первой страницы Вот, мы, естественно, вернем деньги Нет, ну, я вчера высылал Могу сегодня продублировать еще раз Тестируем, 5 человек набираем То есть еще пока место есть То есть мы никуда не спешим Вот, потому что мы сейчас свои товары в основном там тестируем Вот, потому что сейчас подъезжает у нас там Достаточно много у всех товаров Вот, да, и мы пытаемся понять Понять, протестировать Это реально тест Вот, себестоимость выросла На данный момент 400 долларов уберем Даже, наверное, не все товары возьмем Потому что просто физически не осилим Сейчас пробуем тестируем Так, что еще? Продвижение такая вот ситуация Потому что она просто непонятная Почему непонятно, объясню На данный момент весь май месяц была карусель Вот, весь май месяц была карусель Амазон, такое ощущение, давал шанс Заново, такой ребуст Как будто при старте То есть каждому там Слабому продавцу Там очень много товаров прыгало Там с первой по двадцатую страницу Да, много товаров и держались Ну, давайте вы мне сами позвоните Потому что сейчас это Я могу просто забыть Извиняюсь, конечно Вот То есть после этого После лайва Напишите мне И мы созвонимся И нет проблем Вот Получается такая ситуация Что просто товары прыгают с места на место Такое ощущение Это делает амазон все Это не мы И мы из-за этого нет стабильности Нет понимания Сейчас вроде устаканилось все А когда устаканится алгоритм Амазона В любом случае Подо что-то будет заточен И нам сейчас вроде есть как бы намеки Понимание Как продвигать Вот Но еще раз говорю Неизвестно Может они заново опять Начнут карусель запускать Или еще что-то Но еще раз говорю По деньгам По деньгам Мы берем деньги только По выполнению Это первая страница Надо будет только единственное Уточнить по удержанию Раньше мы делали первую страницу Десять дней удержали Сейчас, наверное, будем гарантировать Пять дней удержать Вот Ну я еще раз говорю Надо будет поговорить Просто с исполнителями Потому что Достаточно долго Много времени прошло И ситуация меняется Вот постоянно Так что тестируем Так Все рассказал Помогаем с поиском Прибыльных товаров Вот В этой ситуации Я, наверное, уберу Как ни странно Я знаю Организацию Которая берет Тысячи долларов За это Вот Я знаю И видел эти Прибыльные их товары Которые они Запускают вместе С вами С нами С кем-то Вот Я ничего прибыльного Там не видел Я видел банальные Да Дырки будут всегда Однозначно Конечно Дырки будут всегда И мы из-за этого Говорим В любом случае Просто надо Чтобы они стабилизировались И был какой-то Порядок И мы его ждем Просто вроде Стабилизации подходят Вот И хочется Быстрее начать Все это делается Вот мы сейчас На себе экспериментируем Готовы Немножко взять товары Попробовать И у других Вот По поводу Поиск прибыльных товаров Очень много Обращалось людей Реально очень много И честно могу сказать Заказали услугу В единице У многих Понимание Выбора прибыльного товара Не сходится Наверное с моим И формат Вот этого Предложения Оказался Как ни странно Невостребован И я принял решение Для себя Что Буду свою таблицу И выбирать товар И все остальное Только вот В границах нашего Консультативного режима Вот Потому что Здесь я с людьми Достаточно долго работаю И Есть понимание Что им надо Как им надо Зачем надо И они меня Понимают Ну основная масса По крайней мере Я надеюсь А в режиме Именно вот Доверие Дать товар Посмотреть Люди мне наверное Не доверяют Или не понимают То есть Насколько я адекватен Насколько Действительно Я правильные товары Даю Ну или В любом случае Сами не понимают В принципе Что хотят Потому что У меня были Несколько моментов Когда люди хотят 30 долларовый товар Продавать по 30 долларов С инвестициями В 5000 долларов Вот То есть В принципе Люди не понимают Что бюджет Здесь совершенно Других денег стоит Вот Ну как бы Тут спорить Бессмысленно Я еще раз говорю За это я просто Не хочу на это время Тратить И этот пункт Я уберу Буду соответственно По своей таблице Жирных ниш Именно работать С теми Кого мы консультируем Именно не из-за того Что я хочу Как бы Такой Фишка Эксклюзив Закрытый Просто нормального Спроса на эту услугу Почему-то нет Ну нравится людям Там по полторахи Отдавать за запуск Общего товара Непонятно Кто их ведет Непонятно Кто за это отвечает Тут уже Я ничего делать не могу Раскрываем Кивер Сверстер Конкурентов То же самое Скидывал Достаточно Кстати полезная вещь Особенно я же все равно Вижу как мы Киворды вскрываем У людей Через меня проходит Дополнительная информация Очень интересная Связана она Естественно не с кивордами Мне они не нужны А с тем Какое количество кивордов Указывают топовые продавцы Вот Услуга у нас стоит 500 долларов За два слова Делаем мы Когда как Бывает за час Бывает за сутки Вот просто Временной пояс Я скидываю заказы Когда выполняется Тогда выполняйте Вот Я видел Варианты более дешевые Вопросов нет То есть там И за 10 долларов По моему За 35 долларов Из-за этого Ребята мне тоже Они хотели сначала 50 долларов За ключ Сейчас они просят 25 То есть Но за два Но я там уже могу Точно сказать Что качество 100% Уже много раз проверили Вот Каждый выбирает Что ему надо То есть Дешевле Дороже Ну в любом случае Дело каждого Я не скрываю Пожалуйста В группе Все ссылки На все вот эти Вещи есть Так Значит Кстати Денис Я вот хотел Вопрос задать Я нашел Прибыльный товар Категории Как понять Можно ли Продавать Возя Из Китая На склады Ну Надо разбираться Меня единственное На данный момент Раньше смущали Это Патент Сертификация Сейчас Меня смущает В первую очередь Сертификация Да За два Сина Вот Да Меня сейчас Смущает Сертификация Серьезно Ну вот Потому что Вот эти Особенные Сегодня мы только Товары смотрели Которые там Дети в рот Берут эти Грызущие игрушки Но надо разбираться То есть Вот я на вскидку Сказать не могу Я ни одного товара Такого не запускал Да там Бипсы Да там Много всяких Типа этого товара Но вот Именно Такие вот Максимально там Детские бутылочки Там Вот эти вот вещи Такие для самых Новорожденных Там до трех лет Или там До скольки они там Вот Я не честно Надо сказать Не знаю Надо уточнять Вот Может быть Кто-то подскажет Кто-то такими товарами Занимался Но в любом случае Надо уточнять Так Ну в принципе Все Теперь у нас Это остался Вот Серега Серега у нас Занимается Еще раз повторяю Это сейчас На данный момент Открытия закрытой категории И естественно Обзоры Отзывы точнее Так Сейчас я ему слово Дам Секунду Опять же Возвращаемся В нашу табличку Открываем ее Еще раз Просто видео Многие середины Будут смотреть С конца Кто еще не видел Вот у нас группа Amazon Review Нажимаем Переходим Вот Вот она группа Amazon Review Идеи данной группы Вот Идеи данной группы Заключаются Исключительно В том Чтобы собрать Русскоязычную группу Бесплатных Review Именно Чтобы вот Человек Пришел Просто-напросто Пришел Скинул Мне нужны Отзывы Ребят Ему поставили Как в англоязычных Группах Там Поставили Плюсики Он им скинул В личку Я бы Честно могу Сказать И товар бы Кинул Я не вижу Вообще Проблем Никаких Не надо Только кидать Прямые ссылки На Amazon Просто Делайте скрины Что у вас Можете чужой товар Такой же скинуть То есть Я там Хочу продавать Я не знаю Там Ну Колеса для велосипедов Или там На Какой-нибудь там Наклейку Там На стекло Там Айфона Ну понятно И люди к вам Обращаться будут Зачем То есть Давайте какое-то Правило В этой группе Выберем Чтобы было Кстати Вот эта таблица Если кому что Интересно Вот она Тоже Можно зайти И не мучиться Во всех группах Я стараюсь В принципе Стабильно Одно и то же Делать Вот То есть Я бы На данный момент Просто сделал Вот зайти Сейчас на данный момент Какую-нибудь группу Америкосов Где он тут У меня просто группа Сто лет уже Ну ладно Не буду искать То есть Мне кажется Скрывать Смысл Нет Что у вас там Такой-то товар Конкретно Не надо Там Свою фотографию Скинуть Но людям Просто будет понятно И не будем Время все терять Каждому что надо Он то и купит Ну возьмет И второй момент Если какие-то будут проблемы С каким-то ревьюером Вот Пожалуйста Обращайтесь К Сергею Или ко мне Чтобы мы их удаляли Будем блокировать Черный список делать Можно да Список ревьюера В Excel сделать Можно все что угодно Обращайтесь Давать идеи Потому что Вся идея Исключительно В том Чтобы сокращать Затраты Вот Мы еще раз говорю Вот эти И сейчас Сергей мы работаем И будем продолжать У меня сейчас есть Как минимум Человек пять Которые за денежку И делают Да я с удовольствием С ними работать буду С кем-то буду платить С кем-то буду бортоваться Мне это удобно Вот Потому что Мы деньги берем Только за сервис Потому что Объединить Вот например Во-первых Далеко не все знают Как надо правильно делать Ну реально это просто До смешного доходит Вот Люди не понимают Что ревью Ревью Это в первую очередь Инструмент для продвижения И почему я сейчас Засуетился так серьезно Потому что Ну На самом деле Индусы сейчас подсели А ППС стал намного дороже Ну По крайней мере Дороже точно Потому что Все те Кто бабки вваливал в этом В Индусов Они теперь вваливают деньги Или в отзывы С выкупом Или соответственно ППС Разделилось Потому что сейчас Много товаров Которые я уже говорил Там По 150 По 200 отзывов Там Прямо за первой неделе Ну это просто Коллапс какой-то То есть мы ничего не сделаем Вот Соответственно Просьба По поводу вот этой группы Давайте ее По ней спокойно работать Я ее закрывать не собираюсь Ничего не делаю Потому что Я ее закрывал Там были проблемы Именно с ревьюерами Некоторых банили У некоторых На товары приходили письма Что вы там Делаете какие-то такие Нехорошие вещи То есть Манипулируете с отзывами Так что А это делают те люди Которые Огромным количеством Ну где-то запалились Короче Вот И все Пожалуйста Обращайтесь к нам Мы что можем сделать С Сергеем Это чистить Потому что все Я думаю На нашем просторе интернета Будут заинтересованы Не важно Где они учатся Сколько они башляют И мы сами знаете Все это стоит денег А когда вы каждый сюда зайдете Просто приводите своих друзей Приводите всех Мы вот Сергеем Сколько я звал людей Собирал Мы очень много Прогнали через себя людей Но реально Они постепенно уходят То есть Выстроить Как это бизнес Процесс Такой серьезный Очень сложно Муторно Сложно Вот У нас есть просто люди Которые с нами работают Именно больше На человеческих отношениях На личных На знакомстве И все То есть Вот есть там 30 человек И привет Вот Вот Рубик уже Видит Походу Мне там один уже Сделал проблему Я за это говорю Обращайтесь Будем разбираться Будем помогать Потому что Я говорю еще раз Будем набирать Вполне возможно Еще модераторов Потому что Эта группа Именно такая Техническая Должна быть Здесь надо И амазонщиков чистить И всяких негодяев Потому что Деньги вперед Отправляются Раньше мы по купонам Отдавали И то там Куча проблем Всякие Хеджейкеры Подсаживались нам Там Я не знаю И цену опускали И мы не могли ППС включить И выкупали мы у них И непонятно То ли он у нас Купил товар То ли он просто Подделкой торгует То есть Миллион проблем было Но они такие были мелкие Сейчас они более серьезные И почему она На русскоязычной Потому что Меньше этих аферистов было И Сейчас народ набежит Здесь Деньги вперед И мои привет Рукой махнули Так что Обращайте внимание Все на Аккаунты Не перечисляйте Пожалуйста Деньги Аккаунты Какие-нибудь там Гнилые Мертвые Фейковые И так далее Вот как я сейчас Нашел человека Который может делать 50 отзывов И у них фейковый Какой-то аккаунт Мне как-то Ну не очень Симпатично Мне кажется И с таким делом Заниматься Надо хоть как-то Более-менее Рабочий аккаунт Делать Вот Ну как-то Стремно В любом случае Неправильно это Так Вроде все рассказал Еще раз повторяю Все чистим Все проверяем Людей отшлифовываем Какие проблемы будут Будем удалять Будем удалять Не всегда Вот И второй момент Второй момент Это Правило Я предлагаю Пожелание Потому что В большой группе Пожалуйста Не надо про ревью писать Ни про Канаду Ни про Японию Ни про Австралию Пожалуйста Вот группа по ревью В той группе Я вообще ничего найти не могу Я за день прочитать не могу Сколько там написано Вот А когда мы еще пишем ревью Это получается просто Полный хлам А не группа Вот Там в любом случае Больше именно Вопросы Ответы Поддержка Какая должна быть Потому что Очень много Разношерстных людей Вот И профессионалов Реально И новичков То есть Здесь такая сборная солянка Вот Я уже задумывался Сделать профи группу Но это разделение Тогда новичкам Мне интересно будет Как могут новички Между собой вариться Какой смысл тогда в этом Из-за этого Оставим одну основную группу Я просто буду Ну стараюсь По крайней мере Вот там Дропшип откинуть Тоже по дропу Но есть же группа по дропу Я не знаю Может быть конечно Кому-то интересно Я просто по онлайн арбитражу И по дропшиппингу Чуть-чуть плаваю Не могу ничего сказать Я не мешаю Как бы люди там По-своему пишут У нас такая Параллельная реальность Одни об одном пишут Другие о другом Хотелось бы конечно Чтобы каждый раскидал бы Вот Каждый раскидал бы Рубик не успевает Все сделать Чуть-чуть попозже Сейчас закончу Чтоб каждый Раскидывал по группам Вот Ну я не против Еще раз говорю Но по ревью Однозначно Я все Ревью удаляю И прошу Кому Есть возможность Там личку Пишу Чтоб там Они переходили В эту группу И пожалуйста Приводите своих друзей Ну кто в штатах живет Ну е-мое Неужели Даже пускай им Халява Это не нужна Но просто Дайте адрес Мы купили Отправили Даже вот Можно такой вариант Делать Ну супер вредные Нас эти друзья Американцы Возьмите у них Свой адрес На себя покупайте Отправляйте им Просто То есть Никаких проблем нет Вот Вам отзывы сделают Вы сделаете отзыв Почему я Еще раз говорю Потому что Если правильно Вы сделаете Выберите ключ Правильно заточите Листинг И сделаете Грамотный выкуп На старте Через там Storefront Потом по заданию Когда уже товар Будет нормально Индексироваться Какой там Первый-десятый страниц Вы реально Можете спокойно Выдвинуть товар Тем более Если вы будете Раздавать десятками По каждому ключу Так Так Сергей Теперь рассказывай По ситуации Какая сейчас Складывается у нас По ревью Сейчас я включу Тебе лицо Твое Да нет Я включу У меня тут Интернет На офисе Что вообще Ничего не работает Нет Ты же меня слышишь И когда С лицом То оно начинает Плавать Давай попробуем Такое дело Пока нормально Ну смотрите И ты знаешь Это уже У нас уже Наверное Мы больше Как ни на отзывы На раздачу Потому что Как таковой Отзывы Мы уже Наверное Правильно Будет сказать Не выполняем До конца Не можно выполнять До конца Свои обязательства От нас Зависящие Причины Очень много Отзывов Не проходит Модерация Кто говорит Надо оставлять На десятый День На восьмой Человека Сейчас у нас Из шести Выкупов Прошло Два Отзыва То есть Мы уже Людей Меняли И все Амазон Борется Жестоко Короче А с отзывами Просто жестоко Это было Такое Перед Новым годом Потом После Нового года Как-то Послабление Было И все Десять Из десяти Проходило Аж на раз А сейчас Отзыв Оставляют Проходит Отзыв Отзыв Потом удаляют Через два Три Человек пишет Нет отзыва Пока же нет То есть У нас Отмечено Что был Он фактически Был И нету В профайле Ревьюера Этого Отзыва То есть Он удаляет Бывает Он удаляет Только с листинга В профайле Ревьюера Он оставляет То есть Сейчас Он там И там Удаляет То есть Как такового Да Все что я хотел сказать Мы уже Занимаемся Раздачами То есть Товар Будем Раскидывать По людям Да Там Пятнадцать Десять Пятнадцать Раздач Выкупать Будут По Суперфонту По Заданию Но Отзывы Будут По Факту То есть Просить Писать Будем Всех А там Сколько Притянется Столько Притянется Ордера В любом Случа Предъявляют Однозначно Отзывы Получайте Еще В этой Группе Потому Что Мы Уже Просто Не Не Получается У нас Технически У нас Много Товаров Многих Этих Желудей Я Час Говорю Получается Мы Отчитываться Будем В любом Случае Однозначно За Эти Ну По Ордерам По Ордерам Да Нет Ну Что Товар Деньги Потрачены То Что Деньги Ты себе Не Присвоил Это Однозначно А По Отзывам Уже Поэтому Вы Думайте Требуется Вам Так Как Сервис Действия Не Требуется Раздач Так Название Группы Я Поменял Чтобы Не Политься А Амазон Ревью Я Все Так Убрал В Таблице Остается Амазон Ревью А Группа Будет Называться Просто Ревью Чтобы Не Было Мне Сергей Говорил Сейчас Марио Рубик Пишет Потому Что Реально Эти Архаров Скачут Прыгают Я Сейчас Даже Это Самое Тыги Уберу Оттуда Потому Что Реально Это Серьезное Дело И С Амазон Вот, то есть, на данный момент для меня было всегда важно именно продвижение, чтобы зацепить органик. Без звездочек органики не будет. В любом случае, звездочки подтянут. Со временем, можно заказать даже отзывы без выкупа, на самом деле. То есть, все дорожает, реально. Все дорожает, но самое главное – это цепануть органик. Ну, мне сложно сказать, можно по приглашению сделать. Я не против. Давайте предложение в любом случае. А, здесь уже 2000 человек, можно вообще ее закрыть насмерть. И чтобы ко мне обращались. Ну, понимаете, мне нет времени сидеть и каждого проверять. Я просто реально, ну, вот сейчас я был на заявке, там, человек 15. Если к каждому зайти посмотреть, я тоже как бы говорил, ну, сил реально нет на это все. Ну, вот, давайте подумаем как-то. Может быть, кто-то как модератор поможет. Ну, мне сложно сказать. Я за большой группу усидеть не могу. Там что-то чищу, что-то лишнее даже бывает. Так, ладно, сейчас изменю название. Переименовать группу. Как бы ее назвать-то? Да, проект X тогда верну назад, что. Так, не то. Так, сейчас. Теперь не туда нажимаю. Так, управление группы. Редактировать настройки группы. Ладно, верну название тогда. Project X, который был до этого. Вот так, я думаю, точно никто не определит. Вот так оставим Project X, пускаем там ни о чем. В таблице он в любом случае будет называться Amazon Review. Вот, я теги все убрал. К Amazon никакой связи здесь нет. Ну, вот так. Вот, информацию донесли. Давайте теперь вопросы, ответы, что у нас там. Так, я вернусь, сейчас посмотрю, там ссылки мне слали. Что, что-то мне шлют там. Надеюсь, идею передали. Хотим как лучше, а получится, сами знаете, как всегда. Так, какие-то ссылки у меня ушли. Пишем вопросы, если есть, потому что... Ну, я все удалил в любом случае. Я понял. А еще в Facebook группе, короче, надо там. А, ну, в любом случае, я сделал теперь проект X. Так что, я думаю, связи не будет. Не, ну, по цене выкупа там никакой разницы нет. В любом случае, работа будет одинаковой. Да, тут еще раз говорю. Мы, у нас нет стремления, честно могу сказать, на этом что-то заработать. Там, тут отдал, там отдал, деньги перевел. Вот, без денег, грубо говоря, потому что там в любом случае суеты полно. И в любом случае, Сергей дает гарантию всех выкупов и никаких проблем, и те люди, которые делают. Да, то есть там что сделать, 3 доллара, что ли? То есть из-за этого мне несложно что-то сказать. Понятно, что непонятно, куда двигаемся. Но, во-первых, мы надеемся, что все наладится. То есть, соотношение к отзывам улучшится. Но, я говорю, Amazon постоянно что-то меняет, но будем двигаться дальше. Простите за дубль, пожалуйста, в листинге был указан бренд. Я нашел завод на Alibaba с таким же бренд-неймом. Но я получил саспенды даже с письмом о разрешении инвойса. От них они решили вопрос саспенды. Я понимаю, как такое возможно. Указан бренд, окей, но я ведь преддаю от этого бренда. Сложно сказать, но здесь и юристы есть как бы. Я не юрист. Вот эти саспенды, все вот эти письма, инвойсы. Это такая тема, куда обращаться. У приват-лейбла как бы таких вещей меньше намного. Я из-за этого с брендами не особо дружу, Олег. Вот, из-за этого мне сложно тебе что-то подсказать. Однозначно, однозначно, крайний вариант – это, естественно, юристы. Которые есть, опять же, в услугах. Это такие три самых, наверное, известных юристы, серьезных. Даже четыре там. Вот, и русскоговорящие, и не русскоговорящие, естественно. Вот, в таблице инструментов там найдете. Но по поводу того, что у вас есть документы разрешительные и все остальное, ну, можно их долбить. Надо знать как, надо правильно писать эти письма. Все вроде просто. Вот на самом деле, вот часто себя ловлю на мысли, что когда я там полтора года на себя сказал, я тоже считал, что все просто. Вот, но столкнулся с массой таких мелких проблем, которые превратились в конечном итоге в большую проблему. Вот, я причем ни разу не сталкивался там, я не знаю, с обманом, с какими-то со спендами, с какими-то предупреждениями. Я прямо вот, у меня все шло гладко. Но у меня не было продаж. Я с этим боролся. Я разбирался, то есть, землю рыл, хотя всю жизнь продажами занимался. Но онлайн это другая тема чуть-чуть. Здесь надо вот просто корректировки сделать. Вот там, я не знаю, на ветер скорректировать. Вот, из-за этого много всяких таких вот моментов, которые реально я, например, мне сейчас кажется, это вообще супер просто, а человек, например, который этим никогда в жизни не занимался, может оказаться совсем непросто. Вот, я не удивлюсь, что это именно так и есть. Ну вот, по вашему вопросу, к сожалению, я просто это, это больше юридическая тема. Как я говорю, у меня вот, я больше всего не люблю вот эти вот вещи и тема связанная с сертификацией. У меня она просто эту тему убивает. Вот, я просто не знаю, что с ними делать. Так, Давид, ревью по супер-юрлу лучше или storefront link давать ревьюеру? Ну, тут получается, на самом деле, storefront link давать ревьюеру – это и есть супер-юрл. Если интересно, я могу продублировать, как это делать. Только сейчас, я просто делал, секунду, я сейчас покажу, может, кто-то не знает. Вот, предположим, мы берем любой товар. Взяли товар, зашли, кто им торгует. Чтобы зайти нам в его магазин, переходим сюда. Вот он как раз, storefront вот этого, так называемый. И теперь, теперь, здесь вот у нас URL. У продавца, может быть, много товаров. Вот такой крутой продавец. Просто вообще монстр какой-то. Случайно открыл, у него одни бестселлеры. Офигеть можно. Ну, ладно, даже не верить, что такие люди бывают. Вот, в любом случае, и здесь, вот этот, это не супер-юрл, не копируйте его. Бывает здесь один товар. Неважно, один, десять, двадцать товаров. Не имеет значения. Ваша задача, теперь, сюда забить тот ключ, по которому вы хотите передавать. Ну, например, я не знаю. Какой-нибудь он. Essential Oil Diffuser. Тут мне кайфолом его. Ладно. Вот, нам, например, Essential Oil Diffuser. Вот, ну, сейчас отсюда возьмем. Печатать. Тут надо обратить внимание. Просто я столкнулся с такой ситуацией, что люди не понимают. Например, здесь один товар, и он дает ссылку, например, вот это. Это неправильно. Теперь мы делаем поиск. И вот он, теперь у нас динамический супер-юрл. Вот это копируете, и это у вас динамический супер-юрл. Естественно, дайте ему фотографию, потому что вот у этого товарища, этих диффузеров моря. Просто там, сделайте скрин, например, вот этого. Ну, вот и все. Или там скрин, цена, все дела. И все. И вот это передавать. Вот и будет динамический супер-юрл. Так, следующий вопрос. Привет, Денис. Привет, Виктор. Вчера мне одобрили мерч Амазон. Если есть информация по этой теме, можете делиться информацией. Ну, мерч, так понимает, наши эти футболки. Я подал заявку. Слышал недавно, что надо было... А, ну, когда мы как раз вели с Игорем live, он сказал, что надо было писать как там разработчик IT. Но я этого не знал и подал как там. Ну, не знаю, как кто даже. Мне пока не пришло никакое письмо, так что... Вот. Ну, а там тема... По той теме Игорь сказал, что доход маленький, потому что ограничение по количеству футболок, там его увеличивать надо. Надо разбираться. У нас там... Я ни одного человека не знаю, кто реально плотно на этом сидит, зная человека, который знает человека. Вот. Единственное, могу там уточнить потом когда-нибудь, если мне напомните. Вот. Тема интересная, если вы особенно креативный человек, все эти дизайны, все моменты. Там, кстати, есть такая тоже еще такая фишка, связанная с тем, что у кого открыт хендмейд, можно некоторые товары засовывать через хендмейд практически все подряд. На хендмейде намного проще вход. Так, идем дальше. Роман инспектировал товары, нашел пару косяков. Причем косяк китайца и мой. Так, и мой. Оба не доглядели. Не понял. Китайц будет менять один элемент моего сета и добавлять еще один элемент. Слишком затратно привлекать еще раз инспектора. Есть совет, как править китайцы без инспектора. Ну, на самом деле, китайцы должны оплачивать этого инспектора. Косяк их. Вот. Здесь уже как договоритесь, здесь такой момент. Вообще, вот эти инспекторы, все вот это, вот это, как бы, когда мы вот рассуждаем, когда делаем бизнес-процесс, это очень накладная вещь. Потому что мы не доехали до Амазона, тратим, 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 тратим. Все логично очень сложно. Но. Самая большая проблема, вообще просто реально глобальная. Когда, не дай бог, наш товар туда приехал, и он с глобальным дефектом. Например, в сете какая-то вещь забыта положить, забыли положить. Упаковка рваная, мятая, что-то бракованное. А еще бывает, еще обиднее, когда вы какой-то дешевый подарок туда положили, а они забыли его положить. И у вас товар там, приходит покупатель, и он вам предъяву кидает постоянно через одного, там, каждый десятый, пускай даже. Что вы не даете подарки, что вы обманули и так далее. Это вот прям реально, у меня такая ситуация была, у меня был классный, нормальный, качественный товар, не было проблем. Но в сете забыли там, где-то в 7% товара положить просто варежку. Ну и все. Я реально так переживал, я столько нервов потратил, что я не знаю, сколько я бы за эту инспекцию заплатил бы, чтобы у меня такой ситуации не было. Из-за этого, если косяк производителя, однозначно должны оплачивать они, однозначно. И если даже вы договоритесь с ними, что они вам будут компенсировать, оно того не стоит. Это просто реально, я волосы на голове рвал, насколько мне было обидно, неприятно, и просто, а у них это халатность. То есть они мне деньги вернули, они мне все компенсировали, но от этого, ну короче, оно того не стоит. Я из этого советую, на начальном этапе этим всем заниматься серьезно. Так, по мерчу, расскажите нам два месяца. Интересно. Так, значит, Анатолий, добрый день, Денис. Тему уже обсуждали, но интересно, ваше мнение. Стоит ли писать напрямую на Facebook, покупатель, просьба оставить отзыв, покупатель реальный, нашел по имени. Ну а почему нет, в любом случае, ну, я не знаю, там, если покупать какой-то вредный, и может, пожалуй, что вы там спамите, ну, может быть, и такая ситуация. Я не знаю. Надо как-то его заинтересовать, может быть. Я вообще, вот сейчас могу сказать, я вокруг отзыва с бубнами не плясал никогда, не танцевал, и когда даже я, как начинающий такой продавец, в любом случае, с 500 своих товаров, я набрал с прошлого товара 200 отзывов. Да, я его слил, да, я на нем там ничего не заработал, естественно, сработал в убытке, это был мой первый товар тренировочный, то есть я на нем реально потестил его и в жар и в холод, и все, на нем прошел, что только можно было. Но, не знаю, я не стремился к отзывам. Они сами приходят, постепенно, если наладит нормально те же письма, не забывайте посмотреть, поучиться, как это все делается, потому что вот Денис, у Римчика, обратитесь к нему, у него 90% открытия писем, 90%. Он мне сам говорит, ничего он особенного не делал, просто посмотрел курсы вот этих товарищей или можно вообще подписаться кому-нибудь, там, типа на обучение или там, типа на какую-нибудь такую вот вещь, они говорят, засыпят этими письмами. Даже учиться не надо, просто увидите, что они там пишут. То есть бывают такие вот эти, именно что главное, как у нас сначала, там фотографии, а у них что главное, заголовок. Вот, чтобы на заголовок было интересно, классно, что там внутри. Потом уже, естественно, написать текст, не зная английского, ну просто очень сложно. То есть уже момент открытия, это заинтересовать, чтобы они классно были. Внутри там уже шуточная, какая-то заинтересованность какая-то, какие-то там всякие моменты. Есть тема, например, в письма закладывать, HTML там картинки и под них еще ссылку на свои другие товары на Амазоне. Но Амазон как бы по правилам запрещает это все делать. Из-за этого тоже непонятно, какая ситуация, как в этой ситуации уходить, потому что мы же не на внешний трафик гоним, а именно обратно на Амазон. Вот, из-за этого карты и с письмами работают по-разному. Надо быть в кардном деле специалистом. Вот я из-за этого говорю, что можно понимать, что и это вроде фигня, и эта фигня, вроде все легко и просто, но на самом деле ничего простого нет. Вот, просто накапливаются вот эти ошибки, они понемножку везде. Так, и кстати, правда ли, что можно позвонить в поддержке Амазона, спросить, имею ли право продавать с Китая товар, асин, который ему продиктует, имеют ли саппор, досуг, базис, и т.д. смогут ли, т.д. не смогу продавать этот продукт, заказать с Китая. Я не знаю, Олег, ну вообще, то есть, вот такие вопросы задаются прям реально. Вообще, не сталкивался. То есть, это вообще тема другая просто, я просто не знаю. Я не люблю говорить о том, чего не знаю. у вас там надо найти товар просто дешевле. Как я могу еще раз повторить, я не понимаю, как можно онлайн-арбитраже, честно могу сказать, я этим не занимался, я могу ошибаться, не понимать, запись будет. Но в любом случае, я не понимаю, как можно на оптовой торговле, онлайн-арбитраже, это оптовая торговля. Просто оптовая торговля. В опте имеет значение только цена. Так как вы торгуете одинаковыми товарами, выделиться никак не может. А что такое? Самая низкая цена это вечный демпинг. Это вечная битва за оптимизацию затрат. За то, чтобы найти минимальные цены, за то, чтобы получить эти минимальные цены. А для этого нужно много-много бабла. Вот. И я из-за этого туда в эту тему вообще не лезу. Дробь мне с самого начала был интересен, именно как вот постепенно, но когда я, в принципе, разобрался, что понял, что дробь онлайн и приват это совершенно разный бизнес. И нету сначала нас с этого начать, потом с этого, потом с этого. Совершенно разный подход. Онлайн арбитраж вы идете на продвинутый лисинг, как правило. Точнее, не как правило, это и есть. Весь смысл в этом. Как я понимаю. Я могу ошибаться. Вот. Но я как понимаю, это именно вы идете на продвинутый лисинг, который его не надо двигать. У вас задача, что у вас была цена лучше, что у вас был отзыв и рейтинг лучше, как у продавца. А привату надо самому продвинуть этот лисинг среди таких же, вот, например, который уже продвинутый. То есть, у нас цели и задачи совершенно разные. Вот. Нам наоборот надо как-то выделиться, как-то измениться. То же самое я и говорю. Вот мой любимый пример это покер с ограничениями и покер без ограничений. Без ограничений большое значение имеет психология, особенно если за столом сидеть. А с ограничениями это чистая математика. Потому что на длинной дистанции математик все равно прочитает все вариации и он все равно в конечном итоге будет выигрывать. То есть, чем лучше математик, чем он больше все просчитывает, вот и все. Так что, Олег, извиняюсь, но я вот этого не знаю просто. Никогда этим не занимался. Вот. На Амазоне. Всю жизнь оптом торговали. Вот. И всю жизнь все сходилось к минимальной цене. Обнал и все остальное. Ну, короче, неинтересно. Тема уже устала от этого. Хочешь сейчас самому создать. Потому что приватлайбл это первый шаг, чтобы создать свой сайт. Чтобы не зависеть от Амазона. Чтобы там Shopify подключиться. Чтобы торговать и в Америке, и в Европе, и в Японии. Ну, то есть, чуть-чуть другая тема совсем. Вот. Я не говорю, что это лучше или хуже. Я просто говорю, что мне нравится, что я хочу. Я в этом, соответственно, пытаюсь разобраться и обучаюсь, самообучаюсь постепенно. То есть, там, всем этим премудростям, связанным именно с приватом. есть ли дефект в продукте, что есть услуга и у Амазона бесплатно сделать инспекцию на самом складе. Ну, это правило Амазона, надо считать. У меня была ситуация, у меня не хватало товара в наборе. Я уже это понял. Вот я как раз, 500 наборов пришло и первый же товар я отдал своему знакомому. Он говорит, у тебя не хватает. Но я, еще я помню, когда я отправлял, у меня не хватило веса, потому что я замерил, сколько вес моего набора, который мне образцы приходили, и сколько они отправили. Я думал, меня, наверное, обманули. Вот. Но потом все наладилось, как бы, то есть, всего около 7% было таких проблем. Я в любом случае много раз обращался на Амазон, потому что мне приносило большие нервные потери и просто затраты, потому что мне приходили негативные отзывы, с которыми я, в принципе, более-менее успешно боролся в плане того, что я писал Амазона вы храните, вы отвечаете за него. Как бы у нас принято в России, там, проверяя деньги и не отходя от кассы. Товар приняли, отдыхайте. Я даже не знал, что если Амазон принимает товары, они за что не отвечают. Но они реально не за что не отвечают. Причем они мне еще и в СНКЮ наклеили сами. Вот, то есть я вообще был как бы не при делах. Вот, я думал, они все приняли, проверили, и я китайцам все подтвердил. Trade Insurance. А потом через PayPal возвращал нигде. Вот, в принципе, без проблем. Я им просто письма отсылал, что вот там от покупателя. Вот они мне просто сказали, давайте мы вам там 100 комплекта вернем. Ну, я, конечно, договорился на деньги. Вот, потому что я говорю, мне 100 комплектов в Китае не нужны. Отправьте мне в Америку, тогда я как бы приму. Вот, так что вот такая история. И я много раз просил, чтобы они мне перепроверли склад, они мне это и обращался, узнавал, мне сказать, что такой услуги нет, они это делать не будут. Они мне не переживайте, не переживайте, все будет хорошо. А мы отправляем товар, опять там, у вас нет этого. Я там хлепаю купон, в тех временах хоть купоны были, там, берите бесплатно, берите бесплатно. И вот таким макаром и работаем. Так, следующий вопрос. Добрый вечер. Как отправить товары заблокированного лисинга в предцентр? Спасибо. Прикольный вопрос. У меня лисинги, с кем я работал, ни разу не блокировались. Вот. Я так понимаю, нет, бывают лисинги заблокированы, бывают аккаунты. Ну, не знаю, надо разбираться, надо смотреть. Ни разу я это не делал, то есть мы как бы вроде не было никогда проблем, просто отправляем 50 центов одна единица и все дела. Но утверждать не могу, потому что сам лично этого не делал. Просто надо уточнить, потому что знаю огромное количество людей, кто это делали. Насколько я помню, там можно спокойно все сделать. Вот если лисинг, а если аккаунт заблокируют, когда туда уже зайти нельзя, вот с этим уже сложно. так что с этим ничего не могу сказать. Не отправляли. Но узнать не проблема, в принципе, на самом деле. Нас бог милого еще с этим не столкнулись. у нас зато свои приколы. Товар наш приехал в Америку, а именно лисинг. Ну я говорю, надо уточнить просто, Юрий, можете там ко мне обратиться, там завтра наберите меня. Сегодня уж вечер, наверное, поздно будет. Ну вот, завтра. И можно будет уточнить. Я просто не знаю, как лисинг выглядит, просто у меня вообще такого опыта не было. То есть тьфу-тьфу, с кем я работаю, ни разу не было проблем. Именно хазмат был, предоставляли документы, начинали дальше работать. То есть на предцентр мы ни разу не вывозили. Там в инвентаре вы, в принципе, я просто не знаю, какая у вас квалификация, вы, может, просто не знаете элементарно в инвентаре там вывоз. Может быть, как-то у вас там особенно заблокируют какие-то товары по какой-то причине. Я просто мне сложно так сказать, не могу сказать. Я товары вывозил. То есть именно просто вывозил, но у меня лисинги были не заблокированы. А, да мне по скайпу наберите. Вот. И в личку там напишите в фейсбук, да и все. Я вам скайп дам, SDN64 у меня. Вот, по скайпу созвонимся, да и все, там никаких проблем нет. А я у людей просто поспрашиваю, может, я говорю, может быть, это решается вопрос элементарно, а может быть, у вас какая-то сложная ситуация, надо просто посмотреть по ситуации. Такие еще вопросы есть или все? Да, именно так и есть. В инвентуаре, где вот этот наш треугольничек, и там вот все это есть, можно выбрать утилизация, стоит она, насколько я помню, 15 центов. Вывоз 50 центов. Раньше было, насколько я помню, я за 30 вывозил. так, еще вопросы. Так, Константин, Денис, привет. Поделись мыслями по качеству товара, как добиться от Китая с хорошим качеством. Приходит сэмплы, если сравнить с аналогичными товарами, не с Китая, а, например, из магазина, то он проиграет. Вот, собственно, стоит ли запускать с товаром из суперкачества или искать другие птички, по-придам, и даже дожать китайцев. Ну, мне кажется, китайцы, которые так делают, их дожать, ну, не знаю, по моему опыту. Давайте я расскажу, как я вижу быстрый старт, я руками не трогаю вообще товара. То есть, мой быстрый старт, я себе представляю, это адекватные, нормальные посредники в Китае, кого вы сами выберете. Желательно русскоязычных, наверное, все-таки, потому что понимание у нас качества примерно одно, хотя не факт. Кто-то, я не знаю, имеет вкус, кто-то не имеет, кто-то для кого-то качество одно, для кого-то другое, а кто-то в Китае уже 15 лет жил. Так что, момент разный, найдите себе посредников. Я с Unreal China работал, мне понравилось, с Владимиром работал, мне понравилось. Вот, так что, можно работать, ничего такого нет. Я делаю так, все стандартно, выбираю товары, Alibaba, Supply, вот, отталкиваясь от этого, выбираю, значит, отсылаю много писем, отбираю там 5-10 образцов, как правило, даже не говорю вам ничего, моя задача отправить письма, их заинтересовать большим количеством и узнать стоимость доставки, стоимость цены. Стоимость доставки, стоимость себе, стоимость товара. Они мне этот товар отдают, ну, то есть, выставляют мне ценники, и что мне устраивает, по фотографиям заставляю обязательно фото ХД выслать не то, что они там содрали с Амазона, а именно, чтобы вот реально. Все, если мне более-менее все устраивает, я понимаю, я говорю, вот, ну, и уточняй, как бы, как правило, они все говорят, там, давайте экспресс-доставку вам домой, там, туда-сюда. Вот, я говорю, нет, у меня есть представитель в Китае, даю адрес китайский, все, отправляю на посредника. Как правило, ну, я беру, у меня сейчас, которые товары мы вот запускаем, они все недорогие, они все дают бесплатно, абсолютно все. Мы их отправляем на китайский адрес, в основном, это стоит 3 доллара, от 3 до 10 долларов, 10 это даже дорого. Ну, вот, я на последнем не был 10, но там я за 2 товара с одного завода. Себестоимость каждого товара, один там, доллар, другой, 3 доллара, ну, то есть, 4 доллара только себестоимость, плюс доставка, ну, я как бы не гоню, то есть, до 10 долларов, ну, пускай хотят они там навариться, я не знаю, мне все равно. Вот, мой посредник смотрит, помимо того, что если меня приедет сюда, если я много заводов закажу, это будет дорого и долго, они будут тянуться, кто-то быстро приедет, кто-то 5, кто-то 7, и бывает, я слышал, где и 14 дней едет. Вот, а мне здесь привозят чаще всего за день, максимум за 2, а если у меня есть 2 посредника, вот у меня есть посредники в Гуанчжоу, есть в Иоу, я, соответственно, или туда отправили, или туда, соответственно, доставки мне там на пару долларов дешевле и скорость быстрая. Вот, человек по видео записывает, онлайн показывает, как интернет работает, мы смотрим, определяем по качеству, он смотрит, например, даже до таких моментов, просто, постным фактором, то есть, дорогая доставка, дешевая доставка, как правило, дорогая доставка, и товар качественный, а дешевая доставка, кто сэкономил, у них и товар чаще всего дрянь. Мы отсеиваем, одного, двух, максимум трех оставляем, начинаем с ними переговоры, вот, я прошу посредника на китайском, чтобы он с ними перетер, посмотреть на косы, на опять же факторы, типа мануфактура, трейдинговая компания, и вот, оставляя одного, двух, как правило. Ну, в запасе, конечно, то есть, я там с тремя переговоры веду, когда как получается. У меня последний поставщик получился так, что я переговоры разослал в семь письма, один человек мне ответил в этот же день, то есть, там, утром я отправил, у них уже там обед. Отправил, один человек мне ответил, мне все цена устроило, говорю, давайте я вам сегодня образцы отправлю, да без проблем. Образцы бесплатно отправили. Вот, я посмотрел, мне все устроило, и все, я сделал заказ. Сделал заказ на второй день. Я даже, даже другие продавцы мне не прислали еще предложений, вот, потому что образцы пришли, они были отличного качества, по цене я прохожу абсолютно, то есть, мне интересна, конечно, маржа. А если даже на 10, на 20 центов в будущем кого-то найду дешевле, да и фиксны. Вот, и все, я с ними заплатил на 30 процентов до 1000 штук, вот, ну вот, сейчас сижу, жду, обещаю за 7 дней сделок. Так что, каждый раз по-разному, товары разные, трендовые, нетрендовые, которые уже есть в наличии, которых нет в наличии, которых только торговые марки надо нанести, когда товар стандартный, он уже на складах лежит. Ну вот тут и люди, классно, классно, что вы там живете. У вас есть конкурентные преимущества перед нами, поискать, поработать. Вот, мы так не можем. Вот, и все, когда я выбрал этот образец, я, соответственно, плачу. То есть, я руки не трогаю, мне достаточно по интернету посмотреть, качество, понюхал, чтобы мой посредник, то есть, кому я доверяю. Все нормально, мы запустились, запустились, начали производить. Они мне в этот момент производят упаковку, товары, все дела, мы там подкидываем, раскидываем, как раз канва мне помогает, или дизайнеры там. Вот, все это делают, они мне отправляют опять посреднику с приват-лейблом, то есть, такая, как это, предсерийная партия, то есть, чтобы мы одобрили. Если все нормально, он там потер, там, я не знаю, порвал, разобрал, поковырял, все нормально, отправили. Образец, если нормальный, я отправляю своему фотографу, фотографам, я в разных странах живем, вот, он там, в Италии, я, соответственно, даю адрес моему посреднику, отправлю в Италии, то есть, я даже товар не трогаю вообще. Я не трачу на консолидацию, я не трачу на доставку к себе домой, я не трачу время, ни деньги, ни время. Вот, но для этого надо найти нормального посредника, с которым вы, как бы, коннектитесь нормально. Вот, то есть, вот такой вот мой на данный момент путь. Так, что у нас тут еще? Вот, из-за этого по качеству я дома ответил, но тут очень сложно такой момент, вот, у меня как бы такого вроде не было. То есть, просто надо проработать очень много, то есть, я вот ключевик забил и со всеми до одного переговора веду. У меня сейчас есть товар, с которым я уже три раза ресерчи делал, потому что товар трендовый, постоянно изменение товара, то есть, не успевает сделать, что я хочу. Вот, и я постоянно вот три ресерчи уже сделал, и никак я не могу даже заплатить предоплату, чтобы мне начало производить. Так что, есть свои сложности и по качеству по всему скану. Так, Олег, блин, Денис, опять вопрос появился у меня по вашей специализации. Как понять, можно ли данный товар под приват-лейбл настроить? видоизменить, зарегистрировать. Это, например, наш хороший товар и чуть изменит, но не сильно отличается, например. Но ведь тут по-любому интеллектуальная собственность, нарушение или же нет, так как товар очень схож с тем же, что уже есть на Амазоне. Короче, это вот, Олег, весь смысл в том, вот эта разница между приватом и онлайном там, или там, дропом там или что-нибудь. Что, понимаете, даже если вы приведете такой же товар и сделаете отдельным листингом, он не факт, что у вас будет также продаваться. Если вы сделаете другой товар с изменением, это надо вот как раз патентный юрист, он занимается тем, что насколько можно видоизменить, чтобы обойти патент. Вот здесь на самом деле все очень просто. Но еще раз говорю, листинги продают товары, а не сам товар себя продает. То есть, если привезете аналогичный товар и он у вас будет на 129-й странице, в этом и проблема у приват-лейбла, чтобы его с этой 300-й страницы вывести на первых топах. Причем не по одному ключу. Ну, думаю, ответил как бы. Если что, опять же, скайп, вперед, я на связи. Прошу прощения, нахожусь в дороге, и нет, не думаю, лайфы не теняют. Напишите, пожалуйста, в комментах, будет ли запись. Запись будет всегда, она есть. Пожалуйста, подписывайтесь в Facebook-страничку. Вот, Facebook-странички, все лайвы я туда скидываю. Я скидываю их в Twitter и на YouTube-канале. Вот, так что, вот так вот. По поводу, по поводу, по поводу следующих вопросов пишите, если есть. по записям, лайвы всегда стандартны. 20.00 Москва, понедельник, четверг, если их нет, или еще что-то, бывают срывы, людей, свои дела болеют, и все остальное. Вот, из-за этого, да без проблем, Олег, обращайтесь. Вот, что знаем, расскажем, что не знаем, что голо морочить. Если не знаю, значит не знаю. Вот, так что, так что, вот так. Да, после лайва примем звонки, вот уже, лайв еще не успел кончить, уже пошло дело. Так, давайте тогда, что, и пять минут, последние вопросы, да и подоманное. А то я уже, это, лето, лето, все, кто-то уезжает, кто-то приезжает, спланировали, не спланировали, ну вот, из-за этого, вполне возможно, летом, может, перейдем на раз в неделю, но просто хотелось бы приучить людей, из-за этого я как бы стараюсь на зубах все это поддерживать, понедельник, четверг, реально хочу отработать привычку. Я уже думаю, люди привыкли, отчасти, по крайней мере, там вот, 20 человек аж есть. Вот, остальные, видимо, неинтересно. Остальные хотят вебинарной комнаты, доступ через почту, вот, потом бегать по всем группам и спрашивать, дайте доступ, дайте почту, дайте там, хрен знает, что еще, на рассылку, потом будут вам слать всякое говно. Да, да, он там, постоянно. Нет, ну, думаю, Певчанским он не зарядился, но Дениска он это, у него там свои дела просто не успел он. Поздно, говорит, сегодня придет, из-за этого не получилось по времени. А завтра у него же там свои мероприятия. Шашлыки, мышлыки и все дела. Фотография была крутая, вот, он любит такие. На фоне шашлыка селфи делать. Да, ну, я и как бы, вот, я очень долго думал, как сделать формат, потому что, я честно могу сказать, ФСБ группу организовал случайно, недавно смотрел, как определить, когда организовался, на 21 сентября. То есть, скоро будет год, посмотрим, сколько народу у нас будет, может быть, подтянется еще побольше там. Вот, все зависит, опять же, от емкости, интереса к этому вопросу, в принципе. Вот, и из Ютуба я ушел в таком активном виде, то есть, Ютуб у меня получается как больше, как это называется, ну, жесткий диск, так скажем, накопитель, где все вот эти лайвы скапываются, потому что отдельное видео бессмысленно записывать. Лайв, мне кажется, это в сто раз более полезная вещь и настоящий интерактив. Здесь можно общаться спокойно. Так, вы можете помнить блокировку аккаунта, не успел сделать регистрацию, меня заблокировали, не понимаю, почему. Я, честно могу сказать, вообще этим никогда не занимался. Вот, у меня как бы чуть другая специализация, я простой продажник, который занимается продажами, здесь больше, наверное, или к юристам, ну, в группе, просто я сто лет назад подвергировал аккаунт, я даже не знаю там, как с верификацией происходит. Вот, что-то где-то вы там ошиблись, мне кажется, если вы в группе напишите, кто ребята недавно зарегистрировали, они вам подскажут. Вот, ну, можно заново зарегистрировать аккаунт, ну, как все делают. Компьютер, 3G модем, и пошло дело. Вот, а MAC-адрес вот этот, или как он там называется, не великий я специалист в этих компьютерных делах, ну, вот, регистрируют заново, ну, там, на родственников, ну, там, мало ли что. Ну, я говорю именно такой простой вариант, если уж действительно там заблокировали и никак не с места не сдвигается. Да, ну, по лайвам, в любом случае, я что-то говорю, предложение, пишите, у меня фантазии нет. То есть, я могу, в принципе, карда лайв, вот, вопрос-ответ, я думаю, в любом случае, какая-то польза будет, но если я все время один балаболик здесь буду, тогда интереса не будет, потому что невозможно так быстро развиваться, чтобы давать постоянно что-то новое. Хотя, с другой стороны, народу мало так приходит, что каждый раз новый что-то приходит, одно и то же спрашивают, и вроде все, заново. Вот, ну, меня как бы это тоже утомляет. И за это я пытаюсь людей приглашать по специализации. У всех своя специализация, но я говорю, сейчас лето, Денис соскочил у меня, я обратился там к нескольким человекам, и все заняты. То есть, у всех там свои дела, ну, вот так получается, и мне уже второй лайв приходится рассказывать что-нибудь. Вот, мы рассказали сегодня по ревью, я думаю, это очень важно. Обратили внимание на таблицу инструментов, я ее сейчас отредактировал, она вроде живая. Опять же, дополняем, пишем, что можно туда докинуть еще полезного, действительно полезного. Вот, я буду с удовольствием ее дальше развивать. Опять же, может быть, что-то я не учел. По ревьюерам, группа ревьюеров, тоже буду ее продвигать. То есть, раньше мы продвигали, с Сергеем, именно пытались выстроить структуру грамотного сервиса, качественную, но так как мы понимаем, что это просто, ну, я не знаю, у нас не хватило сил. Вот, мы как бы не то, что сдаемся, мы как продолжали, так и будем делать. Это будем делать исключительно не из-за 6 долларов, которые мы на этом зарабатываем, грязными, а исключительно из-за того, что мы торгуем своими товарами, мы занимаемся консультациями, обучением, как угодно это называть, и всем это надо. Вот, далеко не каждого человека есть в Америке много друзей, хотя, они есть, вот, кто-то там живет, достаточно много у нас, кто консультирует. из-за этого все равно, все равно, сейчас на данный момент, вот, я еще говорю, у меня идет товаров, 3000 штук разных, то есть, мне надо 300 отзывов. Доступ к таблице получить очень просто. В описании каждой группы есть. В закрепленном посте, вот сейчас вот здесь нет, а так есть. Нет, ну, вот это вот, не лучше ли ревьюер сперва купил, а потом платить, если не заплатит, Fankle Order и все. Вот, но, можно, если вы договоритесь, так, я же не могу доставить, у меня проблема с ревьюером, если бы у меня была проблема с товаром, я бы тогда, наверное, ну, как это, спрос рождает предложение. Сейчас на данный момент, есть большое отложение, огромный спрос и огромный коллег. Ну, я знаю точно, чем более человек много торгует, тем больше ему нужен спрос на ревью. А реально, ну, я знаю вот на данный момент, на скидку, наверное, отзывы в 200, где можно получить и все. Ну, вот, из-за этого, а мне надо, например, 300. Из-за этого, чтобы вот эти 300 получить, мне надо будет делать совместные покупки нескольких моих товаров. Чтобы они там в корзине, чтобы они там, так как они у меня все-таки товары, которые мы сейчас запускаем, они по смыслу одно и то же там наборы для праздника, вот, и за это мы их будем совмещать. По две покупать, по три разных вида, чтобы их, так скажем, совмещать и одновременно меньшим количеством людей делать все-таки вот эти вот выкупы. Потому что для меня выкупает номер один. Многие этого не понимают, то есть, многие насмотрелись там бесплатных курсов, они все знают, они там делают 15 сот, запускаем пейперклик, это как бы мимо нас, и за это мы эти видео снимаем, что мы чуть-чуть по-другому работаем, вот, и в принципе мы ни на кого не ориентируемся. Ну, то есть, мне до лампочки, кто там что говорит, кто там что делает, потому что это личное дело каждого. Вот, мы делаем вот так, никак по-другому. Если человек приходит и нам говорит интересные вещи, мы только это берем, вот как в Storefront, очень удобная вещь. Как вот недавно мне сказали, как в AutoStop технично выйти. Тоже очень интересно. Вот, и за это такие вот моменты мы нарабатываем постепенно. Можно попробовать найти еще продавцов на подобии Артема Коршуна по оборотам и статистике, с ними делать лайвы, чтобы поделиться опытом. Ну, как бы вам сказать, я вот с ними общаюсь, рассказываю, наверное, за них, но они не хотят. Вот, тем более, еще раз говорю, как бы объяснить правильно, я не знаю. Вот, я не хочу занижать заслуги никого, ни свои, ни чужие. Смысл какой? Ну, вот у тебя есть, например, товар, возьмем какие-нибудь оборотистые вещи. Например, там, я не знаю, iPhone-чехлы, там возьмем какие-нибудь, Bluetooth-наушники, Bluetooth-колонки, и все. Вот три товара. Человек продает, например, на 300 тысяч долларов. И что, вот, а вы торгуете, например, там, бипсами или носками. Вам какая связь? У него знания, там, по электронике, там, по всяким моментам. Это, я знаю, например, там, я не знаю, ну, не тысячи товаров, но сотни, сотни товаров, и мне знаний все равно не хватает. И тот же человек, который этим занимается, то есть, у него есть свои специфики, свои направленности. Вот. Второй момент, далеко не все хотят раскрывать. Некоторые мне, даже вот кого я консультирую, как меня спрашивают, успешные кейсы. Что успешный кейс? Видео снять. Вот сейчас зайдите на YouTube, наберите обучение на Амазоне, найдете кучу каналов, где у чуваков два-три ролика, там, каких-то там, я не знаю, как Смешер работает, и 20 отзывов о его обучении. Где он обучение, вообще, где он этих людей нашел? То есть, кто к нему обучаться пошел? Я не знаю. Вот. Или консультироваться, или там, что делать. Но зато есть уже отзывы. У меня вот ни одного видеоотзыва нет. Видимо, не будет. Потому что, я не знаю, мне стрёмно людей просить, но мне что-то особо никто не предлагает. Вот. А те, кто действительно большие обороты делать, они говорят, нам это неинтересно. Вот и все успешные кейсы. И как можно с ними разговаривать? Если кто-то хочет рассказать, я только за. Мне тогда, помню, в шутку писали про Кустова и Кэша, но вот даже они вот сюда пришли, им там было интересно, думаю, с публикой пообщаться в любом случае. Вот. У нас был взаимовыгодный обмен, то есть мы рассказали данной аудитории по поводу форума, очень достойного мероприятия. Вот. Они, соответственно, рассказали, поделились какими-то своими знаниями. Но это такое, я думаю, ну не знаю, может быть, будет какие-то повторения этого, так скажем, действия. Узнаю, спрошу, но такой инициативы я как бы не вижу. Скоро, что мы договорились хотя бы раз в месяц, это было бы круто. Я с удовольствием с Артемом проведу лайв. Вот. Интересно, что расскажет. Ну, не надо загоняться на цифры. Я очень хочу пообщаться, например, сам за Эмпай. Ну, они все там, я не знаю. Сейчас опять у них какие-то там, они никак программы не доделают. То есть я вот очень хочу там в любом случае по этому поводу пообщаться. У нас тут есть Виталий Деркач, например, есть у него напарник. Вот. Очень было бы круто пообщаться, но и главное по разным темам. Но им, видимо, это неинтересно. Вот. Причем у них есть две классные программы. Ну, у всех программ бывают проблемы, я не спорю. Но можно же периодически про них рассказывать и рассказывать вообще какие проблемы, как они работают. Ну, ребята не хотят. Я же не могу их за уши сюда притянуть и сказать там. Я пользуюсь программой и так. Вот и все. В Америке в теме Амазона процентов 70. Ну, шадуры, ну, кто его знает, приглашайте. Там, я недавно, это самое. Я даже затрудняю сказать. Мне кажется, на данный момент, вот, кто действительно тем Амазон двигает, это однозначно Sales Hub. Мне не очень нравится все, что вокруг них творится, но они реально это двигают. Мне не нравится то, что творится вокруг там Эмпа, вот, что они там делают, вот эти вот их услуги. Я не понимаю их. Вот, но опять, это мое субъективное мнение, не более того. Двигают они, естественно, там, я не знаю, процентов 70, наверное, всего там 60 трафика всего там этого Амазона. Из-за этого лучше всего в Украине он и развит. В России я вообще не знаю, насколько развит он. Вот. Очень круто начинали все вместе Эмп за Эмпая. Я, например, запускался по их бесплатным курсам. Вот. То есть, они одновременно сделали так же все в точность, как и Sales Hub. Но они не стали продвигать вообще. То есть, я вижу там в Гугле там рекламы есть, там или в Яндексе, не помню. Вот. Но они особо, как бы, этим не занимаются. То есть, у них это такой сопутствующий, такой еще не продукт, мне кажется, просто, ну, есть и есть, и слава богу. Вот. Ну и вот, наверное, наша группа, то есть, в лице меня этим занимается. Ну, еще раз говорю, мне так кажется. Все остальное, что происходит, ну, в любом случае, там, кто-то деньги валивает, кто-то перестал валивать. Вот эти вот организации, кто-то, новые растут, продавцы. В любом случае, будут продавцы с большим опытом и которые захотят тоже заниматься, там, обучением, там, или еще каким-то образом. Я недавно слышал, что у нас есть группа по PPC, такая, продвинутая. Я недавно слышал от человека, говорят, еще какой-то там человек, Денис некий, тоже организовал какую-то группу, по-моему, из Беларуси, не помню, мне вот сказали. И у него там огромное количество учеников по PPC, чуть ли не по 2 тысячи там они платят. Но это слухи, много людей. С форвардерами я ничего не могу сказать, ничего не могу сказать. По форвардерам не определились. Я, как был приверженству, чтобы возили производители, так и есть. Но вот я в Персе, у меня получилось так, что мы товар отправили. У нас товар на 3 тысячи 100 долларов всего-навсего был. Вот. И у нас менеджер поменялся. Отличный был менеджер. Правда, это первая поставка, но у нас еще товарищ там у них закупал аналогичный товар. Вот. Нас их посоветовал, мы с ними как бы начали работать. Вот. Поменялся менеджер, этому менеджеру сказали, напишите, пожалуйста, не 300, а 2 400. Он написал 300, и у нас товар пришел в Америку и вернулся назад. И сейчас он на очистке таможенной в Китае стоит. Когда он дойдет, чего они нам там обещают 10% скидка, мы как-то стрематимся этого, что вообще, может, они нас скинуть хотят. Ну, то есть, непонятно. Ну, вроде сейчас все подключились, вроде кидалов нету. Вот. Ну, непонятная, короче, какая-то тема. Мы через Трэденшуренс оплачили доставку и товар, так что не сильно переживаем, конечно, то есть, как бы это не основное, но в любом случае очень неприятно. Приусловить, что этот товар как раз в группе по обучению, которую мы хотели на примере, чтобы люди смотрели, как мы как бы запускаем, чтобы было бы дополнить снопы. Хотя сейчас индусов нет, я, в принципе, не особо тороплюсь. Сейчас вот, если отработаем по индусам, все будет нормально работать. Вот. Ну, просто, что такое индусы? Опять же, тоже хотел по этому поводу сказать. Индусы – это не панацея. Это не просто взять тупо и продавать через индусов. Это бред. Индусы – это просто дополнительный, дополнительный буст. Не более того, это там 20%. И когда вот многие товары шли вот так вот, тяпляп, листинг, не пойми, какие фотографии, не пойми, как что там сделали, отдали товар на индусам, там, два слова, одно слово, там, поддержка и так далее. Потом разговоры вот эти, вот, а что я не продержался, а что у меня продаж нет, а что топ-5-10. Да, и многие реально и зацепились самое, что может быть обидно или не обидно, то есть вот тупо и без затей. За это я отчасти рад, что это убрали, потому что, блин, не то, что это не конкуренция по работе, там, обучение, грубо говоря, потому что это вообще смысла вообще-то я никакого не имею, но это в первую очередь некоторые ниши, некоторые товары просто тупо на индусах сидели и вообще пробиться невозможно было. У кого просто ресурсов больше. А здесь все-таки хоть какая-то интересная конкуренция появляется. Вот, если индусы, это индусы, это норм, это все хорошо, но должно быть в разумных пределах и должно быть это сложно. В ноябре не было же такого беспредела, когда и все так же торговали с этими индусами. Насколько я помню, у Кэша видео было еще там с этого самого, с мая месяца они индусами двигали, и ничего. То есть вот он кайфовал там полгода, как минимум, а то и год практически. Ну вот, из-за этого это нормальная тема, я моя, будут другие дырки в Амазоне. И до сих пор, я знаю, люди пользуются просто в меньших количествах. Сейчас сложно не то, что их нет, они есть. Вот, сложно выставить на промышленную основу, как раньше. Ну, вы, наверное, сами заметили, мне, например, индусы вообще перестали писать. то есть вот та система, где там они сидят за компьютерами и тупо ногами, руками клацают виш-листы, это ушло, я думаю, надеюсь. То есть массовость уменьшится. А теперь, пускай умные программисты придумывают программы, придумывают обходные маневры, будь то это стоит дороже, но эффективнее. Я надеюсь, что эффективнее, по крайней мере, будет. Эффект, что должен быть, любые затраты должны окупаться. Если они не окупаются, тогда в этом смысла нет. Вот, по форвардерам ничего не могу сказать, потому что цены меняются, от многих факторов зависят, там, корабль утонул, самолет упал, цена взлетела, что-нибудь, какие-нибудь таможенные правила поменяли, цена изменилась. Вот, так что здесь очень такой момент, надо варьировать всегда. Там, контейнер забит на 99%, вы забили вот этот кусочек, там, за 2 копейки, все. Или вы на старте, например, этому. Надо иметь просто много разных вариантов. У меня есть люди, которые уже контейнерами возят сами и предлагают сборные контейнеры делать. Вот, но, как бы вот в этом направлении двигаемся, то есть никаких сложностей нет заказать 40-путовый контейнер, наполовину его забить, даже говорят, дешевле получается, чем там с кем-то в сборном грузом едут. Но это, опять же, не все морем едут там, ну, у всех большие там разнообразия. Так, ну, думаю, надо заканчивать. Все вопросы в личку, в скайп, вот, пойду я свои дела делать. Всем удачи! Надеюсь, чем-то ответил, помог. Вот, какие вопросы, всегда обращайтесь. всем удачи, всем пока!